На октябрь чуть-чуть, 82-го года. Прямо придумал про города Кишинева. А Пикушин, надо сказать, что принимал, конечно, заказы не только от города Кишинева, выполнял различные другие заказы, которые, как сказать, были у него, можно сказать, на первом счету. И он еще участвовал в московских конкурсах. Он как скульптор, он не мог не участвовать. Это его была работа. Если его признавали на конкурсе, значит, это для него было хорошо. И уже в сентябре, а вы вспомните, в октябре мы должны были открыться, да? А в сентябре он пишет. Мне постоянно приходится быть у вас в долгу, как в буквальном смысле слова, так и в нарастном отношении. Я опять вынуждена обстоятельствами извиниться за новую неаккуратность. Дело в том, что мне одновременно приходилось заканчивать и Кишиневскую работу для сдачи на завод и вместе с тем готовиться к московскому конкурсу. Приехав в Москву, я слег в постель буквально на целый месяц. Поэтому прошу, не теряя лишних слов, так как теперь по горло занят московским проектом, терпеливо выждать окончание этого конкурса московского. И с первых числах сентября я исключительно займусь вашим делом. А пьедестал для каменных работ представил вам еще 10 дней тому назад. Выслал ее из Санкт-Петербурга. И как только, значит, задержал статую, но как только у меня будет время, я найду ее прилично отделать и забронзировать. Вот. Он пишет как бы к сентябрю, но это письмо было зарегистрировано Кишиневским городским головой в декабре месяце. То есть это, может быть, позже письмо пришло или каким-то таким образом. Открытие в октябре памятника опять не состоялось. Установка бюста Пушкина тоже не состоялась. Не было у нас колонны, на которую можно было благодрузить этот памятник. И газета «Лесаравские губернские ведомости» в январе 83-го года пишет. Вследствие такой неаккуратности господина Пикушина замедляется и осуществление идеи о постановке в городском Кишиневском саду бюста Пушкина, так как сооружение этого пьедестала предполагалось произвести одновременно с устройством памятника императору Александру II. Вы представляете, какой бы это был огромный праздник. Но вот какие-то события мешали. В 1883 году, в марте месяце, городская дума приходит опять на заседание в полном составе. И на этом заседании решается вопрос, что памятник Александру II все-таки в этом большом кругу в саду, это место не совсем подходит этому памятнику. Почему? Большой круг, как бы открыт для обозора. Дело в том, что этот летний сад или городской сад посвящался только в летнее время. А в Распутицу, еще в какую-то непогоду, в зимний период времени парк никто практически не посещал. И памятник императора останется на какое-то время в забвении. Так будет из года в год. Кто будет специально приезжать и приходить туда и смотреть? Он должен быть всегда на открытом месте. Что делать? А такое место есть. У нас перед архиерейским домом, это сегодня на нашей центральной площади, перед ним как раз открытая площадка. Все время посещаемо и приезжим, кто приезжает сюда, и с сельской местности, и городом, и светскими людьми. То есть он всегда будет на виду. Городская дума принимает решение обратиться в духовную консисторию с тем, чтобы разрешили этот участок, так сказать, укрепить за кишинем и выделить его. Но городская дума получила отказ, потому что духовная консистория написала «Высокопреисвященный сам имеет виду на этот участок и здесь он собирался построить или часовинку, или церковь в честь иконы Гердовецкой Божьей Матери и в честь государя-императора Александра II». Пришлось это место срочно пересмотреть. Что делать? Городская дума решает. Когда приезжал Александр II, он поселялся в доме губернатора нашего Фишнурска. Это как раз в районе нашего театра оперы и балета. Чуть-чуть в начале квартала. А что если вот этот памятник установить прямо напротив? Ведь это же было бы так хорошо. Как бы и место, где он был. И тут напротив. И опять же это будет на Александровской улице. Он будет открыт для обозрения. Его не будут укрывать ветки деревьев в летний период времени. Он будет площадкой открытым. Придется просто немножечко пододвинуть вот эту ограду городского сада. А это легче. И всегда он будет на виду. Значит, принимают решение расчистить эту площадку с размерным будущим памятником. И, наконец-то, здесь установить пьедестал для памятника Александру II. Все решено и в начале июля 1883 года городская управа заключает договор с одесским мастером Антоном Тузини на сооружение вот этих пьедесталов и для Александра Сергеевича Кушкина, и для памятника Александру II. 7 августа 1833 года произошла торжественная закладка пьедестала Александру II. На этой торжественной закладке в час дня под музыку сначала, ну, сначала, конечно, была торжественная литургия в кафедральном соборе ослужена. Потом все вместе пришли сюда. Эту яму вырыли для фундамента. И перед этой ямой была лестница сходней, поставлен аналой. На аналое была чаша с водой. Рядом под деревом стол и стул. На этом столе стояла чернильница цилиндрической формы. Подробно, чтобы вы представили, как это красиво было. Здесь же была бутылочка прованского масла. Тут рядом стояла сверток пергамента и пустая склянка. Бутылочка пустая. И вот, когда был ослужен молебен, на этом пергаменте записали это торжественное событие. Что вот оно происходит, закладка памятника Александру II. И заложен царствование императора Александра III в 1883 году, 7 августа, в час дня. В память объявления здесь войны покойным государем императором 12 апреля 1877 года. Закладку совершил пресвященный Сергий. Ну и в общем, кто присутствовал, все присутствующие расписались, кто был там записан. И даже городские жители, кто пожелал, тоже поставить свою роспись на этом пергаменте. Этот пергамент сложили четверо, свернули в трубочку, вложили в пустую бутылочку, залили прованским маслом, запечатали бутылку, и Сергий по сходу спускается вниз. И там в бутылку, в камень, на котором уже был высечен крест, а камень был полый внутри. У нас, в принципе, так всегда делали закладку. И вот этот полый камень вложилась, была вложена эта бутылка с прованским маслом. И Сергий как бы поставил первый камень. Следующий камень поставил городской Голова, дальше Танский и все остальные, кто был вот здесь, на этом торжестве, все почетные гости, кто первый расписался. Ну и дальше уже строители продолжили вот эту работу. Закладку торжественной, что памятник в 1833 году, наконец-то уже в 1833, в 1833, простите, да, я уже упреклась, будет поставлен. В конце была исполнена народным гимном Божий царя храни, и в городском саду был концерт. Город был, сад был иллюминирован, люди прохаживались под музыку военного оркестра, песни и так далее, хор исполняли мелодии. В ноябре 1883 года по устройству памятника Александру Сергеевичу Пушкину было проведено очередное заседание. Я вас не помню? Нет. А заседание по поводу надписи на памятнике Пушкина. Предложено было 24 надписи. Каждый старался из двухстиша Александра Сергеевича что-то вот придумать такое хорошее. Ну и комиссия, наконец-то, приняла такую надпись. Из стихотворения «Ковидио», которое он написал, вот, участие 21 декабря 1821 года, такие строки в этом стихотворении. «Здесь Лирой, Северной пустыни, оглашая, скитался я». Эти строки известны нам всем, они есть на памятнике, мы их помним. Прекрасное задание всех зрения «Ковидио». И вот окончательный выбор, это его даты пребывания в городе Кишиневе, 1821-22-23 год, 20-21-22-23 год, и написать еще 26 мая 1884 года. Предполагалось, что именно к этому моменту уже все будет готово, и, наконец-то, памятник, конечно, будет открыт. Для жителей города Кишинево это произвело огромное, не только Кишинево и всей Бессарабии, большое событие. Каждый старался что-то написать свое, и не остался и колледжский секретарь Филипп Посолский. Он написал десятистейший я, который требовал, чтобы они были обязательны на памятнике, и у Александра Второго он ему посвятил, и у Александра Пушкина, Александра Сергеевича. Я их не вписала сюда, но я их читала. Это белые стихи, просто помпезные, без каких бы то ни было таких последствий. И, как пишется, городская дума приобщила их к делу и написала. Напишите ему ответствием, чтобы они не приняты во внимание, так как уже все утверждено и уже все состоялось. Кстати, предполагаю, что именно Антон Тузини предложил вот эту надпись. Здесь Мира Северный, пустыня оглашая, скитался его. И, как писали в документах, он взял от головы сам лично, и эти сроки подошли. В конце ноября 83-го года Апикушин, ссылаясь на неприятности, пишет. «Неприятности по отливке вашей статуи, имеется в виду Александра Второго, и накопление множества срочных работ, в буквальном смысле слова, скружили мою голову до того, что я на первых парах не нашелся, что ей отвечать». То есть он долго молчал, вот это вот все. Оказалось, что на заводе неудачно отлили вот эту цинкобронзовую статую, этим гальваническим способом, и она не удалась. То есть вот какие-то неприятности его постоянно преследовали. И Апикушин в этом письме пишет Карлу Шмидке, что не предполагая, что ему оплатят каких бы то ни было расходов, но желая оставаться на высоте как мастер, как скульптор, он закажет следующую статую для нас, бронзовую, за свои личные средства. Но только он, как бы вот человек чести, он выполнит то, на что он обязывался. И он просил отложить открытие памятника на 12 апреля 1884 года. То есть мы с вами видим, как плавно эти сроки каждый раз отодвигаются. Работы по пьедесталам были закончены. Напомню, они были в августе, 20 декабря. То Зиня наконец-то установил два пьедестала для памятника Александру Сергеевичу. Пушкину и для памятника государю-оператору Александру II. За эту работу он получил 9 тысяч рублей. Не лично. Из этих 9 тысяч 239 рублей 40 копеек были выплачены подрядчику Соколову за замощение подъезда и выхода в городской сад со стороны Баюканской улицы. 292 рубля 0,5 копеек были выплачены подрядчику Дроплеву за перенесение ворот городского сада с улицы Александровской на Баюканскую. А сейчас плюс-минус миллиард. Да, мне приятно. Да, именно эти копейки, потому что это удивительный такой расчет. То есть они буквально до 0,1, даже в наших документах, когда мы писали о школах, там вообще 1,2 или 1,4 копейки. Это удивительно, это прекрасно. Это говорит о прозрачности. О прозрачности, о честности людей, порядочности, которые выплачивали. И Карл Шмидт распорядился эту сумму выплатить полностью от Узини. Впрочем, у Узини не было никаких претензий. Действительно, с его работой он получил то, что было и был рад. В феврале 1984 года комиссия по установке памятника, была создана комиссией по установке памятника Пушкина и комиссией по установке памятника Александру Второму. Встречается опять в Государственной Думе по поводу, что написать на памятнике Александру Второму. В принципе, вот уже все готово, пьедестал и готово. Осталось только дождаться колонны для Александра Сергеевича Пушкина и памятника. Что они предлагают? На лицевой стороне, обращенной к Александровской улице, сегодня это Брунаш-Кепан-Челмарин, так все понимают, написать царю-освободителю, императору Александру Второму, на задней стороне поместить манифест высочайший, который был прочитан от слова к слову. Полностью текст, какой он был прочитан именно здесь, в городе Кишнино. На одной стороне написать 11-19 апреля 1877 года, годы дни пребывания здесь, и на другой стороне 12 апреля 1884 года.